Целых 10 лет ярославский офтальмолог Александр Тихов работал над установкой для микрохирургии глаза. И только три месяца назад она доведена до совершенства и сейчас проходит клинические испытания. По словам главного врача лазерной клиники микрохирургии глаза, создать подобную установку помог опыт и практика. Мы уже 20 лет работаем в сфере лазерной реферационной хирургии и перепробовали множество различных установок, которые предназначены для проведения лазерных реферационных операций. И в общем-то знаем, что нужно для офтальмолога для того, чтобы операция шла хорошо и получался хороший результат. Реализовать идею помогло правительство Ярославской области. В регионе действует ряд программ по инновационным проектам. Уникальность этой установки в том, что в ней отсутствуют токсичные компоненты, что означает безопасность для пациента, а также компактность и мобильность. Поэтому неудивительно, что этот проект дважды становился обладателем правительственного гранда. Есть установка, которая прошла ряд реальных испытаний. Были проведены операции Глоукомы. Причем отмечу, что это те операции, которые на сегодняшний момент считаются неоперабельными. То есть это то, чего на сегодняшний момент не существует не то, что в Российской Федерации, но и в мире. Поэтому мы можем говорить о потенциально достаточно большом прогрессе в области лечения Глоукомы. В июле два года установкой заинтересовалась крупная российская компания, а это выход на федеральный уровень. Тем временем Рыбинский завод приборостроения готовится запустить серийное производство уникальных установок для микрохирургии глаза. Светлана Каменева, Сергей Мазилов. День в событиях. Продолжение следует...